Значит, я все время слушал Александра Балдачева и понял его, что не до конца понимаю. Вот Вова Тавтин задал тот вопрос замечательный, и на этот вопрос, как ни странно, я думаю, что можно получить ответ. В чем состоит концепция Александра Балдачева? То, что вот у вас биологическая, то есть жизнь это не является, например, совокупностью химических процессов. Ну, в самом деле, у нас идут действительно целый ряд химических процессов, но жизнь это что-то нечто иное. В самом деле, в теле у нас идет такая цепочка, другая цепочка биохимических процессов. Вот одна идет цепочка, вторая цепочка, третья цепочка. Они переходят друг к другу, но по большому счету некой нашей цельности общей картины у нас не возникает. А жизнь это полагается, что есть некая цельность, которая над этим всем настраивается. В каком смысле цельность, как она настраивается. То есть получается, что жизнь или нечто такое живое, это то, чего давляет над всеми этими процессорами и над ними как бы управляет. Ну, спрашивается, как оно может ими управлять. Ну, первое, что нам приходит в голову, это так называемое силовое управление. То есть просто силовое взаимодействие. Когда один процесс силовым образом управляет другим процессом. Ну, вот лежат два бильярда шара, по ним не ступнули шаром третьим. И так оно и произошло. Ну, вот смысл Александра Балачева говорит, что это не так. То есть вот силового взаимодействия там не происходит. Тогда нам надо понять, каким образом это взаимодействие имеет место быть. Вот, очень-очень интересно. По словам, взаимодействие между разными уровнями, получается, существования, что ли, да? Исходящая причина снижения взаимодействия. Как оно реализуется? Как она реализуется? В чем у нас здесь проблема состоит? В том, что мы все понятием взаимодействия очень сильно испорчены. Потому что мы, например, полагаем, что две частицы взаимодействуют при помощи посредством какого-то поля. Что у нас частица оказывается в неком поле, например, в электрическом. Если она имеет заряд, то она будет ускоряться. И так далее, и так далее. И вообще говоря, для физики вплоть до, наверное, второй половины 20-го века это считалось догмой. Например, есть такое понятие, как электромагнитный потенциал. Электромагнитный потенциал, из него мы каким-то образом пытаемся провести, ну, например, есть понятие векторного потенциала, когда мы хотим получить магнитное поле H, да? То мы вычисляем так называемый ротер вот этого векторного потенциала A. И получаем магнитный потенциал H. Есть еще скалярный потенциал. Если мы хотим получить электрическое поле по нему, то мы берем минус градиент. Красного-то нету? Напиши, пиши. Пиши свое уравнение Максвала. Где градиент? Фи минус там чего? ДА по ДТ. Вот. Таким. С равна 1, как это полагается. Вот такова ситуация. Что здесь является особенностью? А в том, что мы, например, если К и Фи прибавим какую-то целую функцию, допустим, то если у нас взаимодействие целиком H и целиком Е, то есть оно силовое, то тогда получается, что вот эти производные, роторы и градиенты, это убьют эту, например, целую функцию. И что у нас останется? Останется то же самое. То есть говорят, что таким образом, что теория является калибровочной инвариантной, вплоть до производной какой-то там функции. Ну вот такая, такова. То есть, короче говоря, вот эти потенциалы, да, они как бы из целого класса эквивалентности потенциалов, которые приводят к одним и тем же физическим процессам. И люди полагали, что действительно мы можем потенциал в шоком форме как-то образом менять, а от этого как бы ничего не изменится долгое время. Потому что всякое взаимодействие у нас, в повторяющий раз, силовое. Если заряд движется с какой-то скоростью, и он находится в этом поле, то его как-то на нем будет действовать какая-то сила. Если он находится с какой-то координатой, и ему не нужно иметь для этого скорости, то на нем тоже будет действовать сила, благодаря что Е умножит на заряд. Вот такова простая как бы вещь. Но было предсказано, достаточно, когда появилась квантовая механика, был предсказан некий эффект, который был потом замечательным образом осуществлен. Эффект состоял в следующем. Что у нас летит поток электронов. Вот у нас летит поток электронов. Здесь у нас стоит нить. А позади этой нити экран. Раз у нас нить, то у нас происходит дифракция. Например, один электрон летит, он, значит, может обойти с этой стороны, и с этой стороны может это дело обойти. Тогда мы здесь видим картинку. Вот там максимумы, минимумы, по центру будет максимум, рядом будет минимум. Понятно, обычная дифракционная картинка от электрона. Казалось бы, это так. Теперь поступим следующим образом. Здесь будем менять, скажем, магнитное или электрическое поле, есть два его вида, магнитное или электрическое. Меняем его. Меняем его таким образом, что он закранирован, и здесь у нас никакого поля Е, Е, Н не происходит изменения. Совсем никакого. Что у нас происходит? А у нас благодаря этому изменению происходит изменение... Есть только внутри вот этого шарика, да? Да, да, оно там меняется. Внутри нити. Тогда у нас здесь изменяется только вот этот самый векторный потенциал. Когда мы это происходим, у нас эта картинка странным образом меняется. Она раздвигается. То становится, что больше, то меньше. Существует различное количество вещей, пытающиеся с этой проблемой справиться. Ворону на полу. Самое логичное из них, самое последовательное, на мой взгляд, единственное последовательное, оно состоит в следующем. Что у нас есть H на лямда, то есть лямда это длина волны, Дебролевская длина волны. И она будет так вот. P минус E A на C. Вот такая вот штука. Физики эту ситуацию очень не любят. Потому что что она показывает? Она показывает, что квантовая механика не является калибровочной теорией. В самом деле, у нас А ведь определено с точностью до некоторой функции, производной от некоторой функции, скажем так, производной от этой функции. То если у нас это здесь, что у нас происходит в этой ситуации? Эта ситуация фундаментальная для вообще всей науки XX века, Александр. Это к вам имеет самое прямое отношение. Мы видим, что силового взаимодействия нет, но у вас существует какого-то рода взаимодействие, которое носит ярко выраженный нелокальный характер. Меняем это здесь, а меняется тут, а силового взаимодействия нету. Ну, нелокально, да, нелокальность, причем проявлялась не только в этом эксперименте, но и во многих других. Ну, во многих, да, других. Вот, это тем и тем не менее. Вот такова вот эта фундаментальная речь. Оказывается, таким образом, что для современной физики, по крайней мере для физики микромира, взаимодействие какое-то, ну, это организанское взаимодействие, раз оно не локальное, не было это признаками взаимодействия, но происходит какое-то такое чувствование или чувствование... Самосогласованность. Да, самосогласованность какая-то. За счет чего эти волны распространяются? Электрон-то как летел по прямой, мимо чего, ничего не замечает здесь, ну, просто дифрагировал, как волна. Ничего, просто у него длина волны менялась. И за счет этого происходило раздвигание, издвигание этой картинки. Вот. А, подожди, а вот нельзя сказать, что он с какой-то... Он же, как бы, в принципе, может и в потенци... Ну, как сказать, проникать там под потенциальные барьеры и так далее. Это пытаются такое сделать. То есть, что он внутри тоже там проходил с какой-то... Ну, я такие работы видел. Почему? Потому что физикам, вот то, как написал это Деброль когда-то, вот с этим членом, им это очень не нравится. Потому что, если у нас действительно квантовая механика является принципиально некалибровочной вариантной теорией, то в нашем всем построении, особенно квантово-электродинамическом, грош цена. И такие действительно вот есть. Типа того, что сейчас этот барьер он большой, он его чувствует. Такое я видел. Такие работы. Но наиболее красивое, ирегардное, позволяющее взять Деброльевскую формулу для длины волны, которую он с самого начала написал. Так вот, если такую формулу взять, ровно петель, а вот на... Нет. Вот эту взять. Да. Значит... Потому что ведь это потенциал А. Опять же, как бы, вот ты взял этот потенциал А, а как ты узнаешь, какой ты его создал... Вот такого я видел у Жанна Лошака, вот с этой штукой. У него большее согласование с экспериментом есть, хотя они вполне точные, чем попытка рассматривать... То есть, проблема-то в чем? Проблема в том, что, как бы... А ты же не знаешь, какой потенциал А ты создал. Ты потенциал-то не можешь померить. Почему могу? А как ты по потенциалу померишь? Так там ток-ток меняется. Я магнитный поле там меняется. Нет, 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 нет. Нет, нет, потенциал-то вот этот именно А. А, ну может быть, можно. С точностью, с точностью датой сайминг-функции, понимаешь? Ты просто, как бы, его не знаешь. А, ну да. Очень проблема. Да, это есть такое. Поэтому, как бы... Нет, ну ты же можешь... Тебе уже интересно раздвигание пиков. У тебя затравочный потенциал, может быть, каким угодно. Тебе важно, что пики двигались. Ты взял какую-то нулевую картинку, из него определил потенциал, и потом смотришь движение пиков. Ну, допустим. Ну вот. То есть, она находится не в очень хорошем согласовании экспериментов, но лучше, чем попытки вот эти рассматривать здесь туннелирование, проникание электронов сквозь вот эту самую штуку и взаимодействие. Это лучше. Но нам важно здесь понять, что у нас в окрестностях оказывается принципиально нелокальное взаимодействие, которое по сути взаимодействием не является. Здесь и надо твердо понимать эффект, что оно принципиально нелокальное. Поэтому на вот эту самую знаменитую картинку, когда у тебя налетает какая-то частица, будь гели, будь фуллерен, будь еще чего-то, и у нас есть две щели, и после них опять появляется вот какая-то картинка, можно посмотреть совершенно другим образом. Как бы оказывалось формулировки квантовой механики от Дэвида Бома, когда одно линейное уравнение сводится к двум нелинейным, то тогда у нас оказывается, что частица, она летит-то на самом деле сквозь один барьер, а второй она видит при помощи некого дополнительного квантового потенциала, и такое ощущение, что будто бы она пролетела через два барьера, летит-то она через один, а второй она видит, чувствует, он принципиально не локалит, то есть он не бывает, не бывает. Ну то есть, иными словами, проблема все время была в том, что вот это взаимодействие, да, со второй, а его невозможно перевести в виде потенциала, потому что потенциал искали в виде потенциала локального, уже не локальный потенциал, да, вот, это как бы, ну, то есть как с ними решить уравнение, да, это уже, это как бы уравнение, ну это возникает дополнительное уравнение интегральное. Заменяем двумя нелинейными уравнениями, и тогда эта ситуация сделается. Пользуйтесь точки зрения. Последние эксперименты, когда начали пускать фуллерены сквозь щели такие, на решетке их сделали. А фуллерен – это такая штука, такая бомба, например, 60 атомов углерода, то есть очень большая. И оно точно так же рассеивается, хотя вряд ли кто-то будет сказать, что фуллерен походит через две щели, а там случаи бесконечные, потому что на кристалле это дело происходило, на какой-то решетке. Вряд ли кто скажет. Но, тем не менее, он тут тоже показывал дефракционную картину. Почему? Потому что здесь показан некий механизм, почему мне это очень важно, который, Саша, твою ту штуку может каким-то образом объяснять. То есть у тебя процессы-то, они разные, и они в каком-то смысле идут независимы. Точно так же электрон здесь летит по прямой, ничего с ним не случилось, никакого сила взаимодействия нет. Но какой-то дополнительный фактор, связанный с длинной деброли, непонятно что это такое, приводит к такой-то вещи. Это еще пол игры. Вторая часть состоит в том, что мы видим здесь нелокальную пространственность. Теперь посмотрим, быть может здесь нелокальная и временной ситуация. Быть может у нас система устроена таким образом, ну не знаю даже. Я не могу это высказать. Как это сказать? Высказано как тем совсем другим образом. Был поставлен следующий эксперимент. Приложил к нему руку господин Астри, как обычно, ко всем многим выдающимся экспериментам конца 20-го века. О Козыреве. Ну не предложил. О Козыреве тоже можно поговорить, но это значит ситуация. Потому что Астри признанный ученый. О Козыреве. О Козыреве вот такой. Всего лишь лауреат астрофизической премии, золотой премии для астрофизиков. Как она полностью называется, я не помню. Значит, у нас следующая вещь. У нас есть кальциевый лазер, состоящий из двух уровней. Два уровня, это очень важно. То есть у нас просто накачанный лазер. То есть его возбуждаешь и после этого он начинает падать. Ситуация падает сюда и падает сюда. То есть у него два уровня. Не один. И всякий раз здесь у нас происходит конверентный всплеск. То есть выпускается всего лишь один фотон. Он такой слабенький. Он пускает по большому счету по одному фотону. Дальше он проходит сквозь зеркало. Это зеркало опускает фотон по двум разным путям. И здесь у нас стоят два детектора. Два детектора. Полупрозрачное зеркало, да? Да, полупрозрачное. Он его делит. Значит, прикол состоит. Почему нужен двухкальциевый лазер? Значит, если у тебя одноуровневый здесь лазер, то он делит их примерно пополам. Да? И мы что понимаем? Мы видим всплеск здесь одновременно со всплеском здесь. Это что означает? Что он просто поделился пополам. Если он одноуровневый. Если он двухуровневый, то мы второй уровень берем тут же, точнее первый уровень. Берем и тут же фиксируем вот здесь другим детектором. Открываем его и ждем, когда у нас здесь что-то появится. Если это происходит так, то сигнал всегда происходит всего лишь в одном детекторе. Что это означает? Это означает, что мы квантную механическую систему переводим в собственное состояние счетчика числа частиц, благодаря вот этому детектору. То есть мы фиксируем количество частиц, сколько будет. Раз мы его фиксировали, значит он здесь всегда делится, получается. Раз теперь частица всего одна и поделиться этим зеркалом она не может быть. И она приходит одним из путей всего лишь. Да? Важно. Это вот такая затравка первоначального эксперимента. Теперь мы поступим следующим образом. Поставим здесь еще одно зеркало. Вот поставили здесь еще одно зеркало. Что у нас может быть? Это зеркало, оно часть пропускает, а часть сюда отражает. И подробнее оно будет написано вот так. Вот такая штука будет. Зеркало вот такое. Вот будет. И вот у нас здесь идет пучок. У нас здесь идет пучок. И он вот здесь делится. Здесь делится и здесь делится. Вот так на две части как бы делится. Вот таких. Представляете себе, да? Поскольку это как под одного лазера от источника, то у нас здесь будет везде вот на этих детекторах будет видна дифракционная картинка. Прикол ситуации состоит в том, что как только мы это зеркало установили одно, то у нас опять дифракционная картинка сюда возвращается. Вот если бы здесь не было вот этого кальциевого лазера, то есть не фиксировали вторую штуку, у нас здесь тоже была бы дифракционная картинка. Это было бы естественно. Потому что потом проходит по двум частям. Здесь опять делится на две части. То есть как бы он конгерентен сам Сибири. Да, конгерентен сам Сибири. Это было бы естественно. Если этого зеркала здесь нету, то понятно, что мы фиксируем вот эту штуку. Теперь мы это зеркало поставили. Ну как получается? Получается странная патологическая вещь. Он-то здесь уже не делится. Он проходит по одному из путей. Но тем не менее, здесь возникает дифракционная картинка. Ну, в связи с этим существует квантово-механический парадокс, связанный с тем, что что хотим получить, то и получаем. Нет, нет. Получается не так. Получается, что он знает, что там будет второе зеркало и все-таки делится. Да, да, да. Вот. Что хотим, то и получаем. Поэтому был предложен следующий эксперимент. Поставить вот здесь прерывание. Ставим мы здесь прерывание. А работает она у нас тогда, когда фотон уже прошел этот путь. Вот он здесь прошел путь. То есть он уже находится у нас здесь. То есть длинный какой-то там построили волновод? Да, там волновод стоял такой длинный. Там стоял... А, где-то здесь стоял. Длинный волновод, и с этой стороны одинаковый волновод был одинаковой длины. Вот мы его поставили, и вот он проходит. И что получается? Когда мы снимаем эту картинку, если у нас здесь это дело разогнуто, то он заведет себя, пошел по одному пути, и никакой дифракционной картинки нет. А если у нас эта штука загнута, то дифракционная картинка есть. Но прикол-то состоит в том, что фотон-то в любом случае, когда мы это разомкнули здесь, он-то у нас уже здесь находится. Получается, что он знает, ну как, прошлое свое, что ли? То есть этот-то выбор сделан был в прошлом фотону. И получается, что прошлое фотон, а он-то проходил по этому волноводу на тот момент спокойно. Ему ничего не мешало. Нет, подожди, а если разомкнут, то тоже дифракционная картинка, что ли? Нет, если разомкнут, то ее нет. Ну, еще проблема. А он уже прошел. Он уже прошел. То есть он идет же какое-то конечное время. Вот. Произошел распад там. А как мы фиксируем момент распада-то, кстати? То есть мы вот по тому счетчику, что ли? Да. Они как-то как-то, они знают общее его прохождение. Волноводок здесь у них большое время. Нет, ну и мы же должны, чтобы разомкнуть, мы должны знать момент распада. И потом как бы… Здесь с самого начала стоял первый детектор. Первый детектор включает всю нашу систему на какой-то промежуток времени. Когда? Он ее включает после этого. Там еще самое хитрое было, что принимать решение о включении и не включении этого было не тогда, когда мы с самого начала усвоились, а в тот момент, когда он находится уже здесь. Ну понятно. И тогда мы о нем принимаем только часть. Это тоже была определенная ввода хитрость. Это так называемый отложенный выбор. И вот эта картина. То есть понимаешь, в чем проблема-то? В том, что он уже сюда пришел. А мы в этот момент это дело разомкнули. В прошлом, далеком. И у нас получается ситуация еще хитрее, с эффектом аронного бома. Она оказывается распределенной во времени. Это опять не является в этом смысле силовым взаимодействием. Нисколько. И силового взаимодействия быть здесь не может. Но, тем не менее, у нас вот эта картинка... Это же похоже на этот парадокс этого. Энштейна Подольского ввода. Ну, похоже, да. Похоже. Тоже знает почему-то. Ну, да. На самом-то деле, ведь тут как бы хочется добавить следующее, что это все разговоры про квантовую механику, да? Из которой, как ты говоришь, вырастает квантовая электродинамика, которая каким-то образом страдает от всех этих выводов. Но она-то не страдает, потому что, допустим, квантовая электродинамика, мы заранее знаем, что никакого вообще вопроса поставить о том, что происходит на конечных временах, мы не можем. Мы как бы вообще не можем там понять, что с системой происходит на конечном отрезке времени. Вот. Мы можем только поставить задачу так, что вот с минус бесконечности по времени вот какое-то начальное состояние прилетело, сколько-то частиц, какова вероятность, что вот на плюс бесконечности по времени будет такое, сколько, такое, такое. Это можно поговорить. А здесь происходит как черный ящик. Речь идет не о том, что мы… И там как бы вот эти времена перемешиваются. Да, они перемешиваются. Там как бы частица может поглотиться та, которая еще не родилась. Понимаешь, да? Да, да, да. Конечно, я знаю это, да. Я многократно эту фирменскую диаграмму для комбинского рассеяния в этой аудитории рисовал. Многократно. Вот. Ну, я чего хочу Александру сказать-то? Вот для механизма, который нам предлагается, и который как бы… ну, вот он так выглядит странно. Как ни странно, есть определенного рода физические реализации, полученные в середине XX века, как Аронова Бома, и полученные буквально вот сейчас. То есть это год, наверное, 98-й. Ну, так. Я не скажу точно. Трологика интересная. То есть есть два странных этих способа как бы соотношения, и почему-то они один и тот же способ. Ну, ты просто перевел еще два других разница. Нет, они различены, что там есть нелокальное взаимодействие как бы в пространстве, а здесь как бы… Ну, это не значит, что все нелокальные взаимодействия… А здесь есть нелокальные взаимодействия во времени. И сам факт, что есть. Что есть нелокальные. Что есть некое нелокальные, что есть некие эффекты, которые не сводятся к соотношению шаров… Которые не являются силовыми. Нет, потому что… Потому что… Что спросил? Он говорит, а как ты тогда вот эти… Все пути-то вот эти рисовал, да, перекрещиваются. Как друг на друга они влияют. Или как жизнь, так называемая, влияет на это. А вот так она влияет. Не силовым образом. Не силовым, каким-то другим. И этот эксперимент есть. Вот. И можно привести еще давно известную величину, которая появляется как бы на определенном этапе развития сложной системы, да, которой нет на простом, на механическом. Она дополняет ее очень важной величиной, которая известна в середине XIX века – это антропия. Но какова сегодняшняя ситуация утверждения? Утверждение состоит в том, что в природе достаточно сложных многочисленных физических замкнутых систем есть такая величина, которая, грубо говоря, не убывает никогда. Сегодня ее… Сейчас, скажем так, если более точно сейчас, утверждение такое, что энтропия – это как бы эффективное понятие для упрощенного описания вот этих больших систем. То есть она как бы не обладает физической реальностью. Вот ты хочешь предложить другое. Да, вот я ничего не хочу сказать. Я просто хочется отметить, что такая штука есть, все не понимают, что это такое, потому что все уравнения физики – они обраким во времени. И появление величины, которой всегда не убывает – это остальное. Ну, кстати, это тоже не совсем верный разговор, потому что если как бы… ну, мы же знаем, что есть там этот распад комизона, который как бы нарушает отдельно и П-инвариантность, и ЦП-инвариантность. Ну, мы нарушаем. Который, если верна ЦП-теорема, должен нарушать Т-инвариантность. Ну… находящийся там, хотя и модный, но находящийся, по большому счету, на периферии. Потому что они не классические механики. Как у нас энтропию объясняют люди? Объясняют это так. Взяли вот этот большой, блин, кубик. Здесь у него одна десятая объема от горожан. И взяли туда, сто молекул закинули. Да, сто молекул. Они там летают, летают. Потом стенку здесь убрали, они по всей территории разлетелись. Ну, какова вероятность будет того, что они соберутся в одной точке? Раз она одна десятая объема, то это будет десять сотых. То есть события, что они соберутся сюда – это абсолютно невероятно. Вот энтропия, цветы, говорю, что состояние все время переходит, казалось бы, из состояний менее вероятных в более вероятных. Потому что ты стенку эту убрал, они распределялись по всей, и то, что они там соберутся – это почти невозможно. Потому что здесь была бы невозможная. Ну, здесь ничего. Ну, лучше только нарисовать какой-нибудь круглый, неправильной формы объем, потому что в таком-то, наверное, все-таки соберутся. Может быть. Ну, а у меня достаточно кривой. Это слишком правильный бильярд. Не слишком, да? Не, по-моему, кривой очень даже получился. Вот, это ситуация. Но для этого все понять и понять невозможно. Потому что вот в этом, как бы, в прямом бильярде они будут разбегаться линейно. Да. Ну, он у меня кривой, ты что? А в прямом – диспансально. Я не знаю, блин. Ну, здесь сынка какая-то. Ну, это вот. Таковая ситуация. Ну, конечно, нормальных людей подробное вероятностное понимание энтропии не устраивает. Но это показывает, что уже на совокупности каких-то процессов появляется некий дополнительный закон, который себя таким образом как-то манифестирует или ведет себя. Вот. Вот что, Александр, я могу сказать по поводу твоего тогдашнего доклада, что подобного рода вещи есть, и они возможны. Поэтому подход, подход вот этот, он выглядит, как ни странно, раньше я к нему скептически относился, очень грамотно. Когда у тебя есть сложная какая-то система, сложная система, например, компьютерная какая-нибудь, считал, ну, целое большое предприятие. Ну, как бы к ней надо относиться? Некоторые думают, что там все процессы между собой обусловлены, и это надо идти по того, что аккуратно считать, аккуратно писать программы, что-то еще. Но она, как любая сложная система, начинает жить своей жизнью. И вот эти эффекты, вполне возможно, на макроскопическом уровне можно ловить. И было бы интересно их понимать. То есть, там речь, я насколько понимаю, должна идти о разных временах. То есть, о разной локальности во времени. То есть, то, что мы понимаем сейчас. То есть, в физике классической точка во времени и точке пространства понимается однозначно. То есть, вот сейчас произошло, то есть, вот сейчас. Вот. И я думаю, что даже все квантомеханические эффекты, именно от этого и происходит, что у нас сейчас прибора и сейчас квантового объекта, это две большие разницы. То есть, две большие разницы. Я думаю, что речь идет не о том, все-таки. Ну, ты пытаешься опять где-то рассказать про... Ну, квантовую механику так и проинтерпретировать очень трудно, скажем так. Да. Конкретно про квантовую механику именно так интерпретирует Заславский, именно так он интерпретирует. Именно, что когда он рисует, что все есть поток неодновременных событий, да. И, скажем, если частица, она занимает в этом потоке вот столько места, да, вот локальное, и ее сейчас вот здесь, да, то прибора это вот столько на этом потоке. и соотнести... Мы думаем, что это вот один биллиардный шарльтург, и о нем стукается. А тут получается, что у этого сейчас вот такое, и он... и пространство другое, и время другое, да, и частица. И где она вот у него сейчас, то есть проходит, то же самое с щель. Щель, это как бы во времени может очень сильно... Ну, мы понимаем, что в собственном каком-то пространстве эту идею я помню, что эти отверстия, они выглядят не одновременными, а подчередными. Подчередность возник проходит. Ну, да, возможно, да. Ну, это я помню. Я думаю, что не так. Можно по-разному, да, можно говорить про квантование времени, как бы исходя из размера фабрика. Можно говорить более, может быть, аккуратно, да, будет про квантование, ну, как бы, про какую-то конечную размерность этого конфигурационного пространства. Вот, то есть пространство, у которого оси — это координаты и импульсы. Вот. Почему? Потому что размерность постоянной планки — это кубик в конфигурационном пространстве. это, как бы, импульс на координаты. Вот. И, собственно, постоянная планка задает, как бы, вот этот минимальный размер. Но это странно, да, потому что пространство импульсов — это уже какая-то, как бы, производная, с нашей точки зрения, величина. То есть импульс — это не есть нечто такое, как бы, вот, как реальное пространство. То есть реальное пространство мы понимаем, ну, как некую данность, да, то есть, ну, как физическое существующее, да. А импульс — ну, это, как бы, нечто вычисляемое, да, как потенциал в каком-то смысле, да. То есть, ну, вот есть скорость, есть импульс. А тут получается, что, ну, как вот у нас может квантоваться вот это конфигурационное пространство? — Ну, тем не менее. То есть вот соотношение Гильзенберга фактически говорит о квантовании вот этого вот конфигурационного пространства. Но импульс каким-то образом же это не просто там, это как раз связанная со временем величина, ну, предифференцированная координат. Вот. — Если смотреть так, что, скажем, вот большой поток событий… — Да, сложно. Система сложная. — Сложности. То есть это образовывается некая целостность новая. — Да, да. — И при этом то, что оно образуется, это вроде как бы понятно. — Да. — Но на вопрос, как эта целостность может влиять на отдельные элементы… — Да. И оно может влиять совершенно диким образом. То, чего раньше было вообще невозможно. Она может сидеть в качестве добавки… — Потенциал какой-то. — Потенциал. — То, что ты никогда не увидишь целовым образом. Ты его никогда не увидишь. Но по каким-то поведениям системы она покажет себя, проявит, что она есть. Это очень-очень интересно. То есть казалось бы, что все локально, все на парное взаимодействие разбиваешь, вот эти самые цепочки идут, будут реакции. И вдруг оказывается вот такая… — То есть ты смотришь на локальное взаимодействие химическое, понимаешь, что у него воздействовать ничего не может. Это чисто трюменизм. Поменялся электронами, там слился все. Но если это элемент большой системы, то там появляется нелокальное взаимодействие. Оно может быть типа потенциалов, да, такого? — Нелокальный потенциал. — Да, да. — А вот объясните все-таки, как вот это на практике проявляется. Вот смотрите, вот есть какая-то химическая реакция отдельная. Вот мы из этого потока выбрали одну. И хотим посмотреть, как на нее вот это вот загадочное невзаимодействие влияет. Вот. Мы что можем увидеть? Два варианта всего. Можем увидеть, что она, что эта химическая реакция развивается все по тому же своему закону химическому, по какому она должна была развиваться. в этом детерминистическом, который определяет собственно химию. Вот это должно распасться. В это с такими доверенностями, количествами и так далее. Либо мы можем увидеть отклонение. — Да. — В чем отклонение? — Да. — Вот о чем речь. — Вот смотрите. — Скажем так, что у нас есть химические реакции в клетке. Они все локально закономерны, да? Но мы можем говорить, что они начинаются и прекращаются или замедляются в зависимости от состояния клетки целиком. — А как, вот разве мы не можем проследить вот именно с точки зрения… — Кто влияет? — Не, не кто влияет. А действительно ли они как бы замедляются или начинаются или ускоряются не по физическим, ну не по химическим — С том-то дело, что они не замедляются и не ускоряются. Вот это очень интересно, потому что электрон рядом вот с этой штучкой летит по прямой. Ничего с ним не случилось. Но когда ты начинаешь на сотнях электронов смотреть дифракцию, ты понимаешь, что что-то с ним произошло. Ну что? Как? Какой дополнительный параметр? Что такое дебролевская длина волны? Совершенно ведь не ясно. — Ну это значит, что как бы, ну как сказать, ну вот химическую реакцию мы наблюдаем, она все время перед нами в актуальности дана. Там же как бы, что там скрывается от нас? — Ну вот что-то скрывается, значит не фиксируем мы что-то. — Ну просто есть две разные реакции, которые проходят в организме, и вот такая же может быть реакция происходила бы у него. — Речь идет о том, что это легко проверяемо и видно, что они происходят одинаково. — Нет, ну просто то, что у нас как бы есть потенциал живой, а в луже нет его. — Ну вот это один способ, а в организме другие. — Да, да, да. — Ну если бы было так, было бы хорошо, тогда можно было бы увидеть разницу и от этого плясать. — Больше, больше... — Вот когда полетает, не видно же. — Тебе, скажу, более удивительная вещь. — Не видно. — А сегодня результат меняется. — Слушай, Антон, оказывается на основании этого подхода можно лечить людей по детским фотографиям. — Нет, понимаешь, действительно, получается так, что если ты отслеживаешь каждый вот поточек, ничего не меняется, а результат меняется. — А вот как... — Очень важно... — Ну, тут непонятно. — Ну, ты... — А точно так же, как вот все... — Нет, не точно так же. — Там мы не отслеживаем его, мы видим только результат. Понимаете? Мы не можем... Ну вот все, что могли мы сделали с этим фотоном, мы как бы просто... Он полетел и прилетел. Что мы там... — Значит, еще... Значит, первое, что тогда нам надо, когда мы пытаемся вступить с холодным сердцем, ясной головой ко всем этим вещам. Первое — это, конечно, мы избавляемся от понятия взаимодействия. Потому что это не взаимодействие, это что-то иное. Надо что-то другое понятие делать. — А второе... — Это не живое поле, какое-то не... — Какое-то физическое взаимодействие, которое влияет на химические реакции. — Да, да, да. Не физическое взаимодействие. — То же самое, что можно говорить и о сознании. То есть вот есть нейронные взаимодействия, да, они потоком, да. А что над них надстроено, на них построено... — Идея-то понятна. — Да, да. — Ну я продолжу, да. — А второе, с чего надо избавиться — это попытка перенести на весь мир наше представление сформулированной физикой на основе теории интегрируемых систем. То есть системы, когда у тебя количество степеней свободы соответствует количеству интеграла движений. Когда она строго описывается. А в нормальной ситуации все совершенно не так. У тебя любая классическая система, в которой у тебя количество интеграла движения меньше, чем количество степеней свободы, она начинает действовать и работать стахастически. Поэтому и ловить надо вот эту химическую реакцию на принципиально стахатическую систему, и это в стахастике надо ловить. Это так и ловится. И здесь ловится стахастическо. Здесь все ловится стахастическо. Количество интегралов движения всегда равно размерности, количество производных в уравнении, собственно. Ну, количество интегралов у тебя, например... Ну, допустим, если у тебя уравнение такого порядка, у тебя всегда... У тебя есть производная система дифференциальных уравнений. Ну, и вот есть... И если нет связей, вот если, допустим, возникают связи, да, вот, ну, как там, допустим, закрепленные маяки, да, да, да. Тогда там количество интегралов движения, но связь сразу становится с этим интегралом движения. Да, да. Ну, вот, например, у тебя движение массивного теория в неком центральном гравационном поле. Это количество интегралов движения равно количеству размерности системы. И тогда это что? Это означает, что эта система является предельно точной. Ты решил, и вот она по какой-то системе, сознательные условия и движется с офигенной точностью. Там 10 минус 11, 10 минус 15. А теперь решаешь задачку трех тел. У тебя тоже есть некоторые решения, но это решение оказывается принципиально неустойчивым. Ну, больше. Ну, это понятно, да. Да. Ты решение уравнений-то можешь порешать, конечно, и порешаешь их. Но то, что они не будут соответствовать твоей действительности никогда. Не, ну, важно, что там ты же, как бы, их решаешь и имеешь некие начальные значения. Да. Вот, то есть, как бы, ты должен получить решение аналитическое, да, какое-то. И потом еще, как бы, дать начальные значения, вот, чтобы подсчитать там эволюцию системы. Ну, эволюция. Вот, и поскольку у тебя есть какая-то вот конечная ошибка в начальных условиях, вот, для таких задач у тебя, как бы, результат со временем экспоненциально расходится. То есть, вот, в обычной системе, в обычной интегрируемой, там, как бы, вот, есть это линейное расхождение. То есть, ошибка у тебя нарастает линейно. Ты залил какую-то координату с какой-то точностью. И она, как бы, вот эта вот ошибочка линейная растет. То есть, траектории возможные, да, вот, как бы, одна крайняя и другая, они расходятся линейно так. То есть, здесь они экспоненциальны. То есть, через, как бы, очень короткий промежуток времени, вот, твое решение становится, ну, как бы, каким угодно, да? То есть, оно... Ну, тоже не каким угодно. Есть понятие, так называемых, аттракторов, то есть, областей пространства, куда, вне зависимости от линейных некоторых систем, собирают все свои... Но это, это уже особенные, да? То есть, есть аттрактор, нет аттрактора. Есть, есть такие. Это большая эта штука. Но важно видеть, что и в классических вещах большинство систем, они являются неинтегрируемые, они стокастические, принципиально по ходу своему. А наши любимые химические реакции, они все такие. Получается, что они должны разлететься в чертовой матери буквально через считанные моменты времени. Но они собираются и приводят к делению клетки. То есть, к некому результату, который вообще не является химической реакцией. Вот, Антон, а здесь есть ответ на твой вопрос. Потому что, когда ты берешь конечные результаты, конечные результаты химической реакции, ты всегда видишь, ну да, такое тоже может быть. Только почему она миллиард раз повторилась? Такое может быть. Потому что среди решений есть и такие. Но оно повторилось миллиард раз. А почему ты считаешь, что там для химических реакций стокастические решения? Ну, потому что весь мир стокастические решения. Сложные ситуации. Потому что по большому счету... То есть, если ты берешь две-три молекулы... Понимаете, в чем дело? Понимаете, тогда получается так, что... Это и не аргументы не в пользу вашей теории, и не против. Потому что, то есть, из-за того, что система очень сложная, у нас как бы нет никаких вычислительных, принципиальных даже возможностей их точно просчитать. Да? То есть, даже если бы мы знали там, в конце концов, начальное условие точно, как Бог, то у нас просто... Ну, нам не решить эти дифференциальные уравнения, если мы там еще квантовые... Нет, мы не собираемся решать, а мы просто констатируем факт, эмпирический факт, что мы должны получить... Если бы мы захотели сделать это решение, то оно у нас должно быть настолько дремонистическим, что привести... Блин, мы же не физики, мы же философы. Поэтому нам важно понять, что? Важно понять, как возникает сложность первая, и как эта сложность влияет на свои составляющие. Вот этот подход, жалко Игоря Зайцева, нет, для него специально готовил. Потому что, когда нам Александр Болчев рассказывал, он там выходил и говорил, ах, у Платона Аристотеля стали. Нет, ну там было. Вот это принципиально не гуманитарный подход, просто принципиально не гуманитарный. Не имеет никакого отношения к отдельной части целого, которые есть при его Платоне и Аристотеле. Ну, видно же, да, невооруженного взгляда. И это очень важно, мы же тоже еще... Потому что целое здесь не является, как бы, ну, оно не состоит из частей, оно, как бы, где-то над, да, оно вообще не связано. Здесь, да. Оно, как бы, материально не соприкасается, можно сказать. Но оно, да, оно здесь по-другому. То есть мы же занимаемся, в том числе, сложной задачей построения не гуманитарной философии. Вот мы ее так строим. Вот это наша, наша далекая цель – попытаться построить не гуманитарную философию принципиально. Как говорил, по-моему, может быть, Лерия, может быть, Уилсон. Мы гиганты, стоящие на плечах карликов, которые мыслят согнувшись. Ну, вот два – это карлик, Платон и Аристотель, да, которые мыслят согнувшись. Это, конечно… А я думал, ты физику поймал сейчас в виду. Нет. Что, вот, видите, ты согнувшись, а мы гиганты по сторонам философии. Ну, вот, не гуманитарную, но на их плечах. Нет, нет, нет. Вот, ну, нет, я, понятно, я с большим уважением отношусь, как Платону, как и Аристотель, но, тем не менее, вот это принципиально, то, что мы здесь работаем, это принципиальный образец, кроме того, все прочее, принципиально не гуманитарного подхода. То есть, вне философской традиции. Представляем Игорем Зайцевым как старшим преподавателем в кафедре истории и философии Санкт-Петербургского государственного университета.